Наклонитесь и бейте, чтобы попало в ворота. А имеет значение расстояние, с которым бьёшь? Безусловно имеет. Главная ваша задача сейчас, чтобы в ворота попало. Мечом немножко развернуть торс. Это почти что... Я же говорила, что будет непросто. Татьяна Пономарёва на своём опыте знает, с этим набором для кракета всё непросто. Сложно было найти правила, в комплекте их не было. Осваивать игру тоже пришлось самостоятельно. Помогли книги и всемирная паутина интернет. Главные трудности. Впереди принадлежности для кракета нужно реставрировать. Этим занимаются прямо в Расторгуевской библиотеке. Здесь работают по-настоящему разносторонние специалисты. Я сама имею архитектурное образование. Около двух лет практически я работала в реставрационной мастерской. И, видя деревянные изделия, там остатки лака, я понимаю, что там должно быть. Поэтому опыт у меня имеется, и будем стараться сделать это на должном уровне. Уровень кракета очень высокий. Игра стала популярной в конце позапрошлого века. В числе её поклонников знаменитые актёры и писатели, представители королевских фамилий. В Расторгуевскую библиотеку игровой набор принесла читательница. Этим летом нашла в дачном сарае. Семейное расследование показало, купили набор, скорее всего, ещё до революции 1917 года. Находку сразу решили передать в музей. Это не оговорка. В Расторгуевской библиотеке уже пять лет действует экспозиция. Многие библиотеки, особенно такие небольшие, как наша, организуют вот такие мини-музеи различной тематики. Эта идея мне очень понравилась. Я поделилась ею с читателями. И они приносили нам старые вещи. Вещи старые, но все в рабочем состоянии. От печатной машинки до утюга. Набор для крокета будут восстанавливать несколько месяцев. Первая игра намечена на начало лета. На поле выйдут воспитанники летнего лагеря шестой школы. Алексей Пимин, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.